Одни питомчики, а люди невидимые, вообще прикольно. Всем привет, ребята Акулята, на связи Вику Ленок, и сегодня такое очень интересное видео. Сегодня мы будем искать секретку в новом магазине кемпинга, ведь в прошлый раз там секретка была, и неужели разработчики нас оставят без чего-нибудь интересного. Так что, если интересно, не переключайся после коротенькой рекламы, мы вернемся к поискам. Давно мечтаешь о крутых питомцах в Адоптме, но не знаешь, где их купить так, чтобы тебя не обманули? Тогда поскорее заходи на лучший маркетплейс по роблоксу starpets.gg Starpets – это место, где ты можешь абсолютно безопасно продать или купить новых питомцев. Больше никаких встреч с игроками, сделки проходят через ботов. А также у них на сайте появился крутой обменник. Меняй несколько своих предметов на один крутой или наоборот, получи с одного предмета кучу разных. Все делается, ну, очень просто, а главное быстро и безопасно. Все ссылки на лучший маркетплейс по роблоксу я оставлю в закрепленном комментарии. Заходи и исполняй свою мечту. Итак, ребят, подъезжаем мы к магазину кемпинга, заходим и начинаем искать по всем углам все, чтобы могло нам помочь и подсказать, где же здесь секретка. На самом деле, я здесь была до записи этого видео, старалась облазить каждый уголок. Может быть, чтобы найти какую-то потайную дверцу, как это было в прошлом магазине. Но, ребята, честно вам скажу, ничего не нашла. Может быть, я плохо искала. Но, когда я взяла флайпета и решила подняться вверх, посмотреть, что же там за горами, то тогда кое-что я все-таки нашла. И когда, ребятушки, мы с вами отправляемся в горы, то за горой, смотрите, вот там вот есть воздушный шар, то есть как будто центр Adopt Me. И, кстати, чтобы вам не облетать все горы, как это делала я, то ориентир будет у вас, давайте, вот ориентир будет у вас вот эта вот елка, которая расположена сразу за, видите, домиками, за беседочками. Вот за эту елку подлетаете и туда уже там найдете вы этот шарик. Конечно, до него лететь очень долго, но, ребяточки, надо, надо посмотреть, что же там такое и зачем разработчики его сюда поставили. Может, мы там что-то новенькое найдем, я не знаю, но я думаю, слетать туда стоит, потому что я думаю, и вам, и мне будет интересно. Также, ребят, мне очень интересно, почему именно в магазине наступает туман. То есть такое ощущение, что что-то появляется, может быть, когда туман, я не знаю. Кстати, вот так вот выглядит здание магазина с Дали, очень-очень прикольно, кстати. Но мы еще до сих пор летим все до этого шара. Надеюсь, когда-нибудь долетим. Да, долететь сюда смогут не все, только те, кто на Flypad, но все равно интересно посмотреть. Как мы видим, разработчики нас не обманули, они, конечно, какую-то секреточку нам все же, смотрите-ка, дали. Э! Куда все исчезло? Ой, ребят, когда туман, все исчезает, что ли? А, все становится невидимым, но мы продолжаем туда лететь. И, кстати, вы видели, кто-то, получается, сел на шар, и шар начал двигаться. То есть там, получается, настоящая локация. Кол, ребят, я даже не вижу уже острого магазина. Я просто в тумане. Прикольно. Но и красиво, конечно, с одной стороны, и уже опасно, потому что мне кажется, что я уже заблудилась. Я не знаю, в какое направление лететь. Мне кажется, ребят, или я стою на одном месте. Получается, эту локацию мы с вами в тумане не найдем. Так вот, может, почему он появляется. А я думала, что он появляется, когда он хочет нам что-то наоборот показать. Опа. Вообще я пропала. О, что за прикол? Я вообще телепортировала вообще в мой дом. Будет прикол, ребят, если мы прилетим в центр Adopt Me. Но, в принципе, я не вижу здесь как бы дна. То есть я вижу, как будто что-то в воздухе, да? Висит наш воздушный шар и детская площадка. Но пока без, скажем так, травы, земли и всего прочего. Просто центр висит в воздухе. Это очень прикольно, ребят. Неужели это и есть та самая секретка? Не знаю. Давайте посмотрим. Может быть, это случайно здесь забыли разработчики. Давайте еще внимательно посмотрим, как остров выглядит издалека. Мы действительно очень-очень далеко оттуда отлетели. Вот. Некоторые пытаются ко мне телепортироваться. Я уже вижу очень много чего интересного. Я вижу даже какой-то кружок с дверью или что-то там такое. В общем, давайте рассмотрим все, что здесь забыли разработчики. Может быть, это нам что-то, ребят, намекнет на что-то, на какие-то новые штуковины. Но прикол в том, что, знаете, в центре там у нас все осталось. И здесь как бы все есть тоже интересно. Ух ты, там какие-то пэты стоят. Что за пэты? Так, ну вроде ничего нового, но прикольно. Они как в воздухе, ребят. Здесь как будто дна нет. Интересно, интересно. Интересно, интересно. Здесь можно купить, получается, подарочек, нет? Может быть, здесь какие-нибудь легендарки? Нет, здесь подарочек, ребят, мы не можем купить. Но очень прикольно. Почему здесь этот пэт стоит? О, пэт бегает. О чем прикол? А как он бегает? Короче, ребят, здесь живут живые пэты. Так, я еще видела, помните, когда мы в прошлый раз летели, что этот воздушный шар, он взлетал. А я сейчас сюда вообще как бы попасть не могу. Я, если честно, боюсь слазиться со флайпета, чтобы, короче, не разбиться. А вот, кстати, наступил и туман. Но локация не пропала. Просто, видите, очень плохо видно. Возможно... Блин, я застряла, ребят. О, я чуть вылезла из этой ловушки. Так, ребятушки, здесь уже, получается, одни сплошные питомцы собрались. Очень интересно, почему это так происходит. Или это здесь как-то дублируется центр Adopt Me? Надо запомнить здесь пэтов. Потом в конце телепортируемся в центр. Посмотрим, такие ли там пэты. Может, это каким-то образом действительно дублируется то, что в центре сейчас происходит. Я не знаю. И давайте вот туда еще слетаем, потому что там какой-то кружок с дверью. Может быть, это какая-то секретка, куда можно войти, ребят. Очень было бы интересно посмотреть. Так, сейчас я еще долечу. Долечу, и я вот еще смотрю, что там происходит в центре в нашем. Ой, ну классно. Вообще, на самом деле, я рада, что мы это нашли. Хоть что-то, да, интересненькое. Так, это что такое? Аренда домика. Что за аренда домика? Двести. Арендовать домик для твоей семьи. Хорошо. Арендовала. И? И у меня есть какой-то домик, ребят. За двести баксов. Прикол. Ладно, идем дальше. Давайте теперь, как я и обещала, посмотрим, совпадают ли вот эти вот здесь пэты. Короче, это мир пэтов, ребят, смотрите. Здесь одни пэты. Здесь людей вообще нет. Одни питомчики. Одни питомчики, а люди невидимые. Вообще, прикольно. Класс, мне нравится. И давайте сейчас вот отсюда, прямо отсюда телепортируемся, получается, к подаркам. Получается, мы где-то ты пыхнемся здесь и посмотрим, в центре такие пэты или нет. Ребят, давайте быстренько телепортируемся и посмотрим, такие пэты сейчас в центре или нет. Да, да, ребят, смотрите, такие же пэты в центре. То есть, там, получается, каким-то образом дублируется центр Adopt.me. Прикол. Ребят, мы с вами нашли, короче, фокус-фокус в Adopt.me. Вот это интересное зрелище. И вот почему, когда мы летели, двигался шар, потому что кто-то летал к верхушке замка. И поэтому там все это дублировалось. Короче, в итоге магазин-то у нас все-таки с секретиком оказался. Может быть, еще мы не все секреты там нашли, но я буду работать над этим. А если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мы еще обязательно с вами увидимся, но то, что мы с вами нашли, это очень-очень и очень прикольно, ребят. Рада была быть с вами, еще увидимся. Всем пока-пока.